Реже берем, допустим, мясные, курицы те же. Ну, самое необходимое берешь, конечно. А куда деваться? А куда деваться? Сегодня это девиз жизни среднестатистического Барнаульца. Продукты же нужны. Ну, цены, конечно. Или мы могли взять яйца даже куриные, которые по 69, а сейчас самые дешевые, вот 96. Тем временем в Алтайском крае за месяц подорожали не только яйца, но и мясо кур, сыр, сливочное масло и другие продукты. По данным Алтай-Крайстата, куриное мясо подорожало на 12 рублей за килограмм, сливочное масло на 22 рубля, сыры на 17 рублей. А стоимость яиц подросла серьезно – на 21 рубль за десяток. Ранее эксперты связывали рост цен на курицу с отгрузкой ее за доллары в дружественные страны – Иран, Индию, Таджикистан, Узбекистан. Алтайский же край экспортирует курятину в Китай. Цены на яйца объясняют санкциями. Инкубационное яйцо раньше покупали за рубежом. А российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Между тем, покупатели признаются, что постепенно отказываются от продуктов, а кто-то не может себе позволить даже базовую корзину. Я в принципе варю раз в неделю. Хлеб я уже давно не покупаю. Молоко у меня только низкокалорийное, потому что коров нет, молока много. А денег нет, чтобы купить. Все даже то, что есть на прилавке. Цены вообще, конечно, бешеные. Ну вот такая вот у нас ситуация сложная. Ну и невыносимая, надо сказать. И не только у пенсионеров. Я думаю, что у работников тоже такая фигня. Жизнь стала весьма дорогой. Несоизмеримость с зарплатами и пенсией, жалуются барнаульцы. Я пока не отказываюсь. Мне сын помогает. Поэтому мне проще. А вот у кого некому помочь, тем сложнее. Вот, допустим, конфеты, которые хотелось бы поесть. Хлебобулочные изделия уже. И лапшичка уже тоже, знаете. Берешь тот, а та, что за 20 долларов. Берем самые дешевые по скидке. Естественно, отказываешься. Уже мясо вообще не понять, по какой цене. Курятина тоже, яйца заоблачная цена. Однако терпелив и мужественен русский народ. Да и плюсом для акционеров стало снижение цен на сезонные овощи в нашем аграрном крае. Например, на картофель, морковь, лук, огурцы. Мы можем либо материться, потому что мы это не изменим. Либо закупить то, что нам потом, знаете, как лапочку сосать. Либо все это благословить и жить в мире.